Всем огромнейший привет! И угадайте, куда я сейчас еду. Ни за что не догадайтесь, потому что я миллион лет не снимала подобные влоги. На самом деле я отправляю в СПА-салон на СПА-процедуру. И я уже там была. Хотя до этого у меня прям разрывали сомнения, можно ли беременным посещать. Плюс фишка в том, что когда ты заполняешь анкету, там в противопоказаниях есть. Ну помимо, знаете, там опухоли, гангрены, всякие язвы. Короче, все. И беременность так тихонечко зачесалась. Казалось, что в принципе такая практика имеется. И мне вообще так надоели вот эти традиции беременных во всем. Это не ешь, это так не ляг. Туда не ходи, не стригись, не красься. И везде какие-то жуткие страшилки. Это кошмар. Вот. Поэтому я за здравый компромисс. И что касается СПА, у меня там есть первый пункт. Это типа парилка. Но я его решила очень просто. Я попросила мне поставить температуру 37 градусов. И это просто, ну как бы там такой теплый пар. У нас в Краснодаре гораздо более жарко. То есть там 45 каких-нибудь. А вот с учетом того, что ты раздета и влажность высокая, то вообще супер комфортно. Плюс я не лежу на спине и на животе. А, забыла вам рассказать, что по традиции я сейчас провела процедуру эпиляции. Думаю, блин, это же мастер-массажист. Причем массажист там девушка, которая приехала из Таиланда. Она вообще по-русски не понимает. Я не знаю, как они ее нашли. В итоге мы с ней общаемся на английском. Короче, я подумала, ну как-то, наверное, должно быть все идеально. Как же там, не дай бог. Какая-то волосинка попадется. Короче, пошла. Я взяла процедуру эпиляции. Теперь у меня все горит. Царапины какие-то, какие-то красные полосы. Вот. И будет особенно приятно сейчас попасть под скраб. Та-та-та. Причем у меня каждый раз такая фигня. Причем я себе после прошлых раз уже обещала, думала, да ну нафиг, пускай я буду самым волосатым клиентом за всю историю спа. Но, блин, это ненормально лежать и мучиться от того, что тебе с оливым скрабом по свежим каким-то местам. Надо, понимаете, за полтора часа до начала процедуры все это сделать. Короче, у меня тут даже джинсы все это больно трут. Так что день обещает быть особенно интересным. Так, ребятки, мы с вами прибыли. Здесь вот такая огромная комната. На самом деле их несколько, но я уже второй раз попадаю туда же. Вот эти бочки нам не пригодятся. Вообще, я убалтываю Серегу, чтобы мы вместе пошли, потому что тут есть еще программа для двоих. Типа... Думала, сейчас меня опять кто-то застукает. Двоим сразу делают массажики. Возможно, есть программа, где двое в бочках. Двое в бочках звучит как пытка средневековая. Так вот, Серега мне такой говорит, мне будет неприятно, если меня будет массировать какой-нибудь мужчина. Я говорю, мне тоже. Когда у меня был массажист-мужчина, особенно если он симпатичный, то это, блин, муки страшные. Я завязала с таким опытом. И мне нравится, когда какая-нибудь девушка желательная, такая коренастенькая, маленькая, какая-нибудь волосатенькая. Вот. И лежишься, расслабляешься, думаешь, не надо ничего втягивать. Там все не паришься по поводу педикюров. Потому что, ну, при любом раскладе ты явно не будешь сильно хуже, чем она. Здесь вам вот дают тапки одноразовые, шапочку для волос. Но мне она не пригодится, потому что здесь в программе есть еще массаж кожи головы. То есть, все равно вам все растрепят. Типа лифчик и труселя. Вообще, мне очень нравится, когда есть вот эта накладка на грудь. Потому что иначе, ну, все равно какая-то неловкость. Ну, и как-то комфортнее, когда прикрыта эта часть. Это, конечно, чисто символически, но все равно. Взяла с собой пару пробничков для того, чтобы помыть голову в душе. Это у меня шампунь-деркос и ополаскиватель. И все уже, все закончилось. Все-все процедурки. Меня ждет чайная церемония. Вот единственное, что мне хотелось бы улучшить. Даже в Краснодаре, если честно, когда у нас частью спа-программы была чайная церемония, то обязательно подавали сухофрукты, мед, какие-то нарезанные яблоки. Ну, в общем, что-то совершенно недорогое, но то, что скрашивает вечер и позволяет зарядиться витаминками. Потому что все-таки все это идет 2,5 часа плюс дорога. Ну, и хочется вот реально что-то перекусить. Поэтому это абсолютно не финансово затратно. Потому что чайная церемония, где тебе подают одну вот такую маленькую кофейную чашечку напитка чайного там с имбирем, хоть и очень вкусного, выглядит, знаете, так, типа, чего-то не хватает. Сережа играется, кричит Алисе в рупор. Если он не кричит, она ему относит. Типа, давай, покричи, а потом делает вид, что жутко испугалась, убегает и прячется. Думали один, кадр один. Сильно не кричит только. Алиса, да что? Алиса. Обратно не действует, Алиса. Только в одну сторону. Алиса. Сейчас вам покажу, как Алиса несется. Несется ко мне и прячется, да, Алисенька? Мы так вот, вот так вот мы обнимаемся и прячемся. Не надо, папа. Не надо, папа, да? Покажи, как папа не надо. Не надо, папа. Ну, 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 папа, скажи, не надо так громко кричать, да, в рупор свой? Ну, ну, ну. И пошла опять вопрашивать, да? Он, видите, зовет. Типа, папа, покричи, да? Папа, покричи. Пока. Алиса у нас выучила сегодня новое слово. Морковка. Морковка. Овал. Овал, овал выучили мы в пятницу. Морковка, сказала Алиса, добивай мою палетку консилеров. Морковка. Где я тебе дала салфеточку на вытира ручку? Расскажи, как мы с тобой еще мозаику собираем. Ну, примерно так, да? Швыр-швыр, кить-кить. Вот такая вот мозаика есть. Мы, когда ее покупали с Сережей, думали, что это маленький пазл. На самом деле, это огроменный, получается, ковер. И общий его размер метра три, наверное. Он здоровый прям. Но хорошо, что здесь вот животных собирать не надо. Козел. Козел. Козел, да? Козел. Где свинья? Корова. Кушает, да, корова? Домик, да? Покажи. Домик тоже кушает. Еще у нас прям большие сложности с тем, чтобы все складывать на место. И я перед тем, как ей достать какую-то сложно разворачивающуюся игрушку, я ее спрашиваю, ты потом будешь все собирать? И тогда я ей даю. И потом, в принципе, если она сказала, что за собой все соберет, обычно нормально. Собирает 200 раз, напоминать не приходится. Но стоит пропустить этот момент, вот если я просто ей выдам, то потом все, уговариваю там, бегай за ней. Не будет собирать, что угодно будет делать, только нет. С Витей мне пообещала все собрать, собирает. Кто там, покажи. Небо. Небо. Небо? Покажи. Да, небо, правильно, молодец. Так, ребятушки, я вам уже рассказывала про сервис Топ Кожебек, с которым можно возвращать часть потраченных денег в интернет-магазины. Так вот, сейчас у них проводится совместная акция с крутым международным магазином Юхс, где продаются вещи от мировых дизайнеров со скидкой до 50%. Акция длится всего две недели, но магазин этот имеет мировую известность. Более того, когда я одно время смотрела всех стилистов Ютуба, и у них были какие-то выпуски, где они рекомендуют покупать вещи мировых дизайнеров, очень известных, магазин Юхс был буквально у каждого. Вообще, Юхс это итальянский интернет-магазин, у которого есть логистические центры в нескольких странах, в Европе, в России, в Америке. И в Россию и страны СНГ он доставляет посылки, покупки за 1000 рублей в течение 10-15 дней. На самом деле, это некоторая редкость, потому что очень много раскрученных сайтов, особенно где вещи продаются со скидкой, аутлетов, например, они в принципе не доставляют ни в Россию, ни в страны СНГ. При заказе через топ-кэшбэк от 1500 рублей вы получаете 6% кэшбэк и бонус 5 долларов. То есть, вам возвращается около 430 рублей, которые можно вывести через PayPal, Яндекс.Мани и еще множество других вариантов. Получается, что чем выше у вас сумма заказа, тем больше денег вы возвращаете. Я на самом деле уже потихонечку начинаю покупать вещи для малыша, а для Алисы обновки нужны всегда. Ей я буквально каждую неделю что-то подкупаю, потому что она очень быстро растет. Тут получается, что вы можете купить дизайнерскую вещь от 1000 рублей с доставкой прямо из Америки, либо сделать заказ от 12000 рублей, тогда доставка будет вообще бесплатная. Можно, конечно же, купить что-то для всей семьи и для себя, потому что там есть много и женских вещей, и мужских, и аксессуаров, сумок, обуви, всего что угодно. В общем, если вы давно хотели попробовать заказать брендовые вещи прямо из-за границы и особенно при этом не пользоваться услугами посредников каких-то, да, чтобы магазин вам сделал доставку напрямую, то это классная возможность максимально сэкономить. И ссылку на топ-кэшбэк я оставлю под видео в описании. Посмотрите, Алиса очень любит ходить в маминых тапочках, но они же ей большие, поэтому у нее свой способ. Алиса, и взгляд такой заговорческий, вы это видите? Вы это видите? Посмотрите. Вот такая девочка у нас, да, что-то замышлять. Вот так вот Алисенька ходит, да? А еще маникюр я вам не показывала, как Алиса делает. На каждый палец по запчасти. Это твои ноготки длинные, да? Так, ребятки, вы не поверите, но мне пришли вот такие вот посылки, которые очень хочется вместе с вами распаковать и посмотреть, что же там есть. Это огромный пакет. Еще вот такие вот посылки уже к нам подбираются. Сойди, стола вместе, будем смотреть. Ой-ой-ой-ой, смотрите, какой пакет, да? Помнишь? Ты кушать хочешь? Нет. Здесь тени отурпанди-кей. Моя любительница еще пораспаковывала все. Это такая новенькая палетка в ярко-каких-то бордовых оттенках. Только ты пальчиками тыкать не будешь, хорошо? Просто глазками, ладно, посмотришь? Это палетка Naked Cherry. А, нет, нет. Просто можно посмотреть, хорошо? А, ааа. Давай один только цвет, светлый я тебе дам, хорошо? А больше ты просить не будешь. Нет. Вот маленькая вружка. Один, хорошо? Какой тебе? Покажи один. Давай пальчик. Вот. Все, закрываем. Так, нужно распаковать коробку номер два. Что же во второй коробке? Нельзя же так на ночь глядя, понимаете, радовать. Четыре этапа очищения кожи, включая скраб, маску, тоник и, скорее всего, я думаю, мицеллярка. Давно хочу попробовать именно уходовые средства, люксовые, в том числе ламком. Потому что, если честно, декоративка у меня уже, ну, это, конечно, каждый продукт, это артефакт. Но все равно ты понимаешь, что у тебя площадь лица, ну, как бы ты много не ела, это ограниченное количество квадратных сантиметров. И в итоге очень много косметики просто простаивает, какая она красивая не была. И самая последняя посылка, это вот такой вот мой огромный пакет. И здесь находится вот такой дорожный чемодан. Это же дорожная сумка. Тут вот четыре вращающихся колесика. Цвета там были разные. Вот самое крутое, что точно такой же чемодан. Оттенок, не скажу, может быть, скорее всего, победитель выберет сам. А разыгрывается сейчас в моем инстаграм. Все, сумка, короче, мы ее больше не увидим. Плюс еще две дорожные сумки, так что обязательно, то есть три подарка под одним постом. Обязательно завините, поучаствуйте, потому что он, правда, очень крутой. И, кстати, его стоимость у официального продавца 17 тысяч рублей. То есть он реально очень небюджетный, классный. Поэтому, надеюсь, вас порадует. Обязательно примите участие в конкурсе. Здесь много кармашков, что в путешествиях очень важно. Вот такой, да, вот такой, вот такой. Основной еще вот здесь вот сзади. Вот тут вот ручка, собственно, видите, выдвигается, причем она прячется. Смотри, что я купил. Вот так вот. Алиса. Сережа купил Алису. Блин, а если дно прорву? Нет, проверю. Таких сумок, ну, очень хорошие. Ну, я не понимаю. Я не, я не усыплю. Показывайте, чтобы ты ее нес дальше. Неси меня по квартире. Ты пошла, Алиса? Я. Давай. Как ты в шоке. Ну, собственно, примерно так проходят наши вечера. Да, у нас дома обычно весело. Так что, надеюсь, кто-то выиграет такую сумку. Самая, самая вкусная, интересная. Это то, что я стараюсь, ну, в общем, немножко отошла от трендовных определений победителя, когда чисто случай решает, кто же выиграет. И мне почему-то в последнее время больше нравится, когда сами зрители могут проявить активность, да, написать классный пост, который заслужит лайков. Соответственно, на три топовых поста, которые соберут больше всего пальчиков вверх, точнее, три топовых комментария. Они будут победителями. Им достаются вот такие классные подарочки. Всех вас жду в комментариях. Везде, везде, как всегда, я побежала. Разрубиваю наши субтитры. Бедишки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok